Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. Началась весна, наконец-то, долгожданная, и девушки, может быть, немного поздно, но задумались о том, что стоит привести себя в порядок к весенне-летнему сезону, а именно похудеть. Насколько я знаю, ваш медицинский центр в этом помогает. Расскажите о тех методах, которые вы используете в своей работе. Мы предлагаем комфортный метод похудения, который не предусматривает волевых усилий от пациента. Это метод Суджок, это северокорейская методика, это микроиголочки, которые ставятся на пальчики рук и ног, и они гармонизируют. И гормональный фон, они убирают аппетит. Именно поэтому и не требуется волевых усилий. Аппетит пропадает, насыщение идет достаточно быстро, тяга к сладкому пропадает. И поэтому пациенты практически все говорят, что процесс похудения идет комфортно. Более того, наши пациенты говорят, что это методика для ленивых, потому что вы вроде бы ничего не делаете, а тем не менее процесс похудения уже запущен. И если на самом курсе вес идет постепенно, по окончании курса с 3 по 6 месяц уходит основной объем, который нужно убрать пациенту. У нас по многу сбрасывают. За полгода можно сбросить до 40 килограммов. Но это у пациентов с большим весом. Действительно, звучит как сказка. Все мы привыкли, что для получения результата нужно активно потрудиться и в спортзале, и на кухне при приготовлении полезной и не всегда вкусной пищи. Какая технология, почему иголочки именно таким образом действуют, что не нужно больше прилагать никаких усилий? Иголочки перестраивают энергетику, и они действительно восстанавливают гормональный фон. И восстанавливают абсолютно объективно. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа, благодаря тому, что поджелудочная железа приходит в норму, сахар нормализуется. Это абсолютно объективный показатель. Восстанавливается работа печени. И еще действительно убирается аппетит. А если аппетит ушел, человек уже будет есть ту пищу, которую порекомендовал ему доктор. А на самом деле здоровую пищу готовить гораздо быстрее, чем, на мой взгляд, нездоровую пищу. Потому что не нужно там пассеровать овощи. И просто привыкаешь к обычному вкусу нормальной пищи. Скажите, ну для того, чтобы попасть вот именно на эти сеансы с суджелудочной терапией, нужно вначале пройти какую-то консультацию. Все это можно получить в вашем центре? Конечно. Когда пациент приходит к нам на консультацию, мы сразу говорим, в чем состоит суть метода. Метод не имеет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. Мы не берем только пациентов беременных и с психическими заболеваниями. Если пациент имеет кучу болезней, а к нам приходят люди постклимактерического периода, пенсионного возраста, которые имеют букет самых разнообразных болезней, пускай не боятся. Они намного лучше себя будут чувствовать. Пациенты более старшего возраста, которые из-за веса имеют одышку, нам даже говорят, что вот раньше там несколько раз необходимо было передохнуть, пока поднимешься на пятый этаж, то теперь без одышки поднимаются. А кто все-таки чаще к вам приходит с проблемами с весом? Мужчины или женщины? Нет, женщины. Мы с вами уже встречались, и я тогда уже говорила, вероятно, мужчины более самодостаточны, а может быть, они как-то больше решают в зале сбросить этот вес. А женщины ходят и на фитнес, и одновременно к нам. Ну, естественно, что люди пенсионного возраста не могут в силу болячек каких-то позволить себе фитнес. Они приходят к нам, потому что параллельно тому, что они еще и худеют, они решают много проблем со здоровьем. Вот, как я уже сказала, сахар приходит в норму, давление нормализуется. Кстати, показатель артериального давления прямо на иголочках может снизиться до 20 единиц. Мы смотрели в начале сеанса и после сеанса. Поэтому человек, если пришел с головной болью, головная боль тоже проходит к концу сеанса. Скажите, если проблемы вот еще не настолько ярко выражены, да, если лишний вес присутствует, но так еще терпимо, эта процедура также показана, ведь здесь не нужно, получается, сбрасывать большой вес? Мы говорим, скорее всего, о тех самых килограммах, которые доктора называют запасом прочности. 2-3 лишних килограмма вполне возможно, если человек комфортно с ними чувствует, их и не нужно сбрасывать. Если же приходит девушка молодая и говорит, нет, мне все равно не нравится, у меня вот здесь вот на боках это отложилось, мы тоже можем взять ее на эту методику. А можем предложить просто конкретно этот участок обколоть с помощью препаратов фирмы Хель. Это всемирно известная немецкая фирма, которая не дает побочных эффектов. Все эти препараты сертифицированы на территории России. Мы можем просто обколоть какой-то участок, который не устраивает вот эту девушку, скажем. И результат? Результат будет очень хороший, да. Результат хороший. Но на самом деле бывают пациенты, которые приходят, которые говорят, вот эти 3 последних килограмма я не могу сбросить, а мне хочется их сбросить. Они остаются на курсе лечения. И чем еще хорош этот метод? Они не только сбрасывают вот те килограммы, которые им не нравятся. Вес стабилизируется и достаточно долго держится. Вы же не считаете калории. Мы не заставляем пациентов считать калории. Просто человек приходит на правильное питание. Не потому, что мы так сказали, а мы действительно научили, как правильно питаться. А потому, что человеку не хочется кушать. И еще повторюсь, насыщение идет настолько быстро, что человек наедается маленькими порциями. Плюс еще тяга к сладкому ушла. То есть вот, пожалуйста, и меньше калораж у человека будет. И вес достаточно долго держится. Ну а долго это сколько? Вот через сколько примерно возвращаются люди, чтобы повторить курс? Ну вот поскольку мы работаем уже больше 20 лет, есть пациенты, которые приходят к нам каждые два года, а есть пациенты, которые приходят и через 8 лет. Но здесь нужно вопрос даже поставить так. А сколько набрал потом пациент из тех сброшенных килограммов? Если пациент когда-то пришел к нам 106 килограммов и сбросил вес до 60, и потом приходит через несколько лет и говорит, у меня уже 68, а мы этого пациента не узнаем, потому что он молодо выглядит, хорошо выглядит, и он уже не хочет прибавлять тот вес. То есть пациенты, получается, прибавляют какое-то количество килограммов и бегут скорее, чтобы не допустить вот тот набор веса, который когда-то был, с которым он к нам пришел. Вообще, сколько, какова длительность курса вот этих процедур? У нас же как иногда бывает, вот эти самые 3-5 килограммов нужно убрать за 2 недели перед отпуском. Успеют? Ну, если задача такова, то успеют. Но смысл, нужно ли так быстро сбрасывать килограммы? Когда вес уходит постепенно, наша эндокринка успевает привыкнуть к новому весу и фиксирует уже как его новый вес. И поэтому, если человек там где-то себе позволил лишнего, вес качнулся в плюс и опять уходит в новый минус. А вот когда человек быстро сбрасывает эти килограммы, организм не успевает привыкнуть к новому весу и достаточно быстро его и набирает. Вот чаще всего так происходит, когда человек садится на жесткую диету, достаточно быстро сбрасывает, но потом достаточно быстро и набирает. Более того, этот феномен известен под эффектом йо-йо. Это от английского слова. Когда человек не только прибавляет те килограммы, которые убрал, приводит еще и новые килограммы, а у нас вес за счет вот этой методики уходит постепенно. И поэтому человек потом долго не прибавляет этот вес. Ну вот на протяжении... Сколько обычно требуется сеансов для того, чтобы человек почувствовал какое-то улучшение? Ну вот человек к нам ходит месяц. Вес, как я уже сказала, уходит в течение полугода по окончании курса. Но если к нам приходит пациент с весом 150 килограммов, и он видит, что вес пошел, и на курсе идет вес, объемы начинает подтягиваться, человек хорошо себя чувствует, мы тогда приглашаем через месяц еще на повторный курс. И вот дальше человек может в течение года худеть. Как долго вообще сама процедура эта длится, да, когда к вам человек приходит? У нас сейчас люди все ценят свое время. И как это по ощущениям? Иногда люди очень боятся каких-то именно болевых ощущений. Нет. Суджок проводится микроиголочками, которые ставятся на пальчики рук и на пальчики ног. И за счет того, что эти микроиглы вставляются в ударный инъектор, это не настолько некомфортная процедура. Во всяком случае, шестилетние дети даже приходят и вполне нормально терпят эту процедуру. И длится вся процедура полчаса. Поэтому некоторые пациенты успевают даже во время обеденного перерыва прибежать. А мы достаточно хорошо работаем. Мы работаем и утром, и вечером. И бывает, что пациента и два-семи вечера ждем. Вы сказали, что даже шестилетние дети приходят. То есть по возрасту тоже нет никаких ограничений, если ребенок страдает ожирением, его также можно к вам привезти? Да. Но чаще всего шестилетние дети к нам приходят не с ожирением. Чаще всего маленькие дети приходят к нам с анорезом, приходят к нам с заиканием. И если ребенок готов, дает поставить себе эти иголочки, то вполне возможно, что он уже будет ходить потом курс. Главное, первый сеанс показать ему, что это вполне себе комфортная процедура. То есть суджог терапия – это не только терапия понижения веса? Нет, конечно. Там целую кучу болячек лечится. А с какими еще проблемами, если, допустим, человек не беспокоит лишний вес, а, например, беспокоит гипертония или повышенное содержание сахара в крови, он также может к вам прийти, к вам обратиться, и вы поможете? Конечно. И с этими проблемами может обратиться. Хотя с гипертонией мы берем на герудотерапию, это лечение с помощью пиявочек. Вот про детей я же сказала, что с анорезом, с заиканием приходят, с проблемами с суставами и с позвоночника. А в последнее время достаточно много пациентов с эмоциональными нарушениями, с паническими атаками. Вот как это ни странно, очень много молодежи. Хотя это даже не странно, а наоборот, молодежь как раз в приоритете с этой проблемой, к сожалению, с паническими атаками, с тревожным синдромом. И суджог, кстати, очень хорошо помогает. Во всяком случае, пациенты спать начинают, и вот эти панические атаки проходят, снижается вот эта тревожность. Ну, от нас пациенты уходят и говорят, да, мне намного легче, намного лучше всё это переживать. Я так думаю, что Ваш центр, наверное, единственный в Рязани, где занимается именно суджог терапией. Нет, возможно, что в Рязани кто-то занимается суджог терапией. Наш центр, скорее, единственный, кто так долго занимается суджог терапией. Мы имеем все сертификаты, и врач прошла специализацию и у основателей этого метода. Пак отживу, к сожалению, его больше нет в живых, а раньше он проводил семинары. И обучение проходило не здесь, местно, на выездных семинарах, а в Москве, в Головном институте рефлексотерапии. Скажите, предусмотрены у Вас, может быть, какие-то весенние акции? Вы знаете, у нас всегда проходят декабрьские акции, целый месяц, новогодние. Эти акции большие, и скидки, и подарки, подарки в виде дополнительных сеансов мезотерапии. Весной народу настолько много идёт, что акции мы практически никаких не проводим, но те пациенты, которые у нас уже были, они могут рассчитывать всегда на скидку. Мы их ждём, мы с удовольствием их принимаем, и новым пациентам мы также очень рады. С какими ещё проблемами к Вам можно обращаться? Ещё с проблемами позвоночника, с проблемами внутричерепного давления. У нас принимает ещё много лет, тоже 20 лет у нас работает Новиков Андрей Анатольевич. Мануальный терапевт. Теперь уже мануальные терапевты перешли на новую, довольно эффективную методику кинезиотерапии, которая не предусматривает жёстких манипуляций со спиной. А методика тоже даёт достаточно хороший эффект. У нас небольшой круг направлений. То есть, по сути, суджок терапия, герудотерапия и мануальная терапия. Но поскольку пациенты на эти методики очень хорошо идут, вот как раз все эти методы достаточно хорошо востребованы. Давайте ещё раз скажем, напомним зрителям, где Вы располагаетесь, Ваш адрес и телефон, по которому можно записаться. Полонского, 19, корпус 1, это рядом с остановкой цирк, это самый центр. И наш телефон 24 10 50. Мы очень рады, если к нам придут новые пациенты. Приходите, стройнейте, будьте красивыми. Марина Николаевна, большое спасибо, что сегодня нашли время к нам прийти. Большое спасибо за ту работу, которую Вы проводите с рязанцами. И за то, что позволяете чувствовать себя красивыми. И Вам спасибо за то, что пригласили. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем Вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова